У неё очень яркая внешность. Она может легко играть француженок, итальянок или восточных красавиц, не накладывая тонны грима и ничего не делая с лицом. Начинала она, как и многие питерские актёры, в конце 90-х с улиц разбитых фонарей. Сыграла Анну Ли по прозвищу Гейша в эпизоде «Вторжение в частную жизнь». Впоследствии за этой ролью воспоследовала целая череда образов в детективных сериалах. В ней есть мягкая сила и цельность характера. Зрители запомнили актрису и по главной роли ясновидящей в мелодраме «Любовная магия». В фильмографии более 40 работ и почти столько же образов на театральных подмостках. Она обладатель премии «Золотой софиты» Фигаро в категории «Лучшие из лучших». А ещё её голосом разговаривает принцесса Жасмин в мультфильмах о Баладине и многие голливудские звёзды. Сегодня моя героиня – заслуженная артистка России Евгения Игумнова. Здравствуйте, Евгения. Очень рада вас видеть. Спасибо вам большое за то, что вы моя героиня сегодня в нашей программе. Вот скажите, пожалуйста, вы маленькой, себя представляли какой-то героиней сказки, фильма, книжки? Кто вы? Эльф из дюймовочки или сама дюймовочка? Или Золушка? Или Снежная королева? Когда я была маленькая, был проигрыватель и пластинка, как у нас у всех детей в Советском Союзе. И у меня была пластинка Родиона Щедрина, Кармен, и на этой пластинке была фотография Майи Плесецкой. Вы помните, да, это знаменитая фотография? Конечно. Я даже и костюм этот прекрасно помню. Да, и костюм этот. И я воображала себя Майи Плесецкой. Я включала эту пластинку, заводила вот этот проигрыватель, и я танцевала бесконечно. Еще у меня была какая-то ночная рубашка, такая же, похожая, с кружевами. Я вот надевала эту ночную рубашку, и я могла с утра до ночи плясать под Кармен Сюит. А у вас питерские корни, правильно я понимаю? Вы из Питера. Нет, у меня мама училась в Ленинграде, в театральном институте, и поэтому я родилась, в общем, в Ленинграде. Как и все в Советском Союзе, мы много ездили по стране, родители работали. Она работала по распределению? Она сначала, она вообще из Иркутска, как и мой отец. Мой отец оказался в Иркутске, вернее, мой отец не из Иркутска, но это другая совсем история. Он бежал из Шанхая в Иркутск, и там они познакомились. Он бежал, сейчас, это страшно любопытно, бежал от культурной революции? Да, во время культурной революции. От Мао-Дзо-Дуна? Да, дело в том, что его отца посадили, посадили надолго, на 14 лет. Моего дедушку? Да, моего дедушку. И он вынужден был бежать вместе со своими сёстрами, с мамой, и они бежали в Иркутск, потому что в Иркутске оказались родственники, которые могли им помочь. И родители в Иркутске познакомились, правильно я понимаю? В Иркутске они познакомились. Ну, мой папа старше моей мамы, и моя мама, в общем, была, она была его поклонницей, потому что он был очень яркой личностью. Когда он туда приехал, ему было всего лишь 14 лет, он даже не знал языка. Почему он ещё стал музыкантом? Потому что единственное, чем он мог заниматься, это играть на вилончели. Он пошёл в музыкальное училище, там стал играть, потом стал подрабатывать, потому что семья была большая, он пошёл, работал концентр-мейстером, подрабатывал в оркестре, но параллельно он уже стал лучше знать русский язык, он стал собирать такие литературные кружки, тогда было это очень модно, стал возглавлять эти кружки, стал собирать вокруг себя творческую интеллигенцию. И моя мама, случайным образом, будучи студенткой театрального училища, оказалась в таком кружке и очень влюбилась в моего папу. Вот я последствия этой влюблённости. Слушайте, ну последствия просто прекрасные этой влюблённости. Сейчас папа ваш скажет, а у вас два слова. Спасибо, интересно. Она, в принципе, была такая вот, больше китайская девочка была. Я бы сказал, может быть, она именно гадкий утёнок. Она не особенно была красивой какая-то девочка, но когда она стала девушкой, вот это вот, 16-17 лет, это просто очень, она просто изумила меня просто. Я был потрясён. У меня только всё время было именно чувство восхищения ею, её красотой, вот этой красоты. И, конечно, тем дальше, тем больше я стал восхищаться именно её талантом. Но восхищение красотой вот это не перестало. Я до сих пор восхищаюсь её красотой. Я всегда удивляюсь себе, говорю, как может, так сказать, природа создать такое, понимаете? А вы правда были гадким утёнком, Жень? Я, по крайней мере, себя, наверное, так ощущала. Я себя ощущала всегда особенным ребёнком, азиатских детей не много было, тем более, что всё своё детство вот такое вот ранее провела в городе Мурманске, а там совсем не было таких... Да, он же закрытый, да, там туда никого не пускали, да? Тем более, что мой отчим, он был белорус, он был высокий, такой, 2 метра ростом, рыжий. И я долгое время считала, что это мой папа. И каждый раз не понимала, почему люди так как-то замолкают, когда я говорю, это мой папа. Ну, потому что я совсем была другая, и я не похожа была ни на маму, ни на своего отчима. В общем, какой-то как будто бы приёмный ребёнок. И, конечно же, я ощущала себя инакой девочкой, но я всегда всё равно получала какие-то сигналы извне, что я хорошенькая, по крайней мере. Меня обращали внимание, меня рассматривали. То есть я привыкла с детства уже притягивать взгляды людей, но это, может быть, было не связано с красотой, а было именно связано с тем, что я была совсем вот такая вот, ну, необычная. Мама-актриса кукольного театра, правильно я понимаю? Да, мама-актриса кукольного театра. А ваш отчим второй папа, правильно я понимаю, да? Потому что вы с детства с ним выросли, родители расстались. Он режиссёр кукольного театра, да? Да, мой отчим режиссёр кукольного театра, и они учились здесь, в Ленинграде вместе, в Ленинградском театральном институте. Учились на кукольных режиссёрах. Мама стала потом актрисой у него в театре, а мой папа возглавлял театр сначала в Могилёве, потом в Мурманске мы прожили очень долгое время, потом в Тюмени. Но вот потом мама снова перебралась, а он уже там перебрался в Ижевск, потому что мама с моим отчимом тоже рассталась. Характер там просто такой ух у моей мамы, да. И вы ребёнок за кулисье. Да. И кукол. Я обожала. Это же вообще мистика. Вот эта вся кукольная жизнь. Девочки всегда растут с куклами. А вы ещё не росли, вы вообще среди них жили. Да. Но мой отчим, он был такой режиссёр-новатор. Я как раз жила в атмосфере такого арт-хауса. Вот как это тогда ещё не было, такого слова. А сейчас оно появилось. И вот я могу определить, что же это такое было. Потому что они всё время занимались какими-то новаторствами. Они делали спектакли с огромными-огромными какими-то масками, с какими-то куклами в рост человека. Потом теневой театр. Бесконечно были какие-то эксперименты. И бесконечная творческая жизнь. Очень увлекательная. Но я никогда не хотела быть актрисой. И вообще никогда не хотела заниматься театром. Вы не хотели быть актрисой. А кем хотели быть, Евгения? Я хотела быть врачом. Я хотела быть юристом. Я хотела вот этого ощущения, что я могу что-то изменить. Почему-то мне казалось тогда, что адвокат, он может что-то изменить. Что он может кого-то защитить. Что он несёт в себе какую-то справедливость. И врач, мне казалось, что это человек, который может что-то поменять. В лучшую сторону. А как всё-таки вы вырулили в актрису, в Гитмик? Я очень плохо училась в девятом-десятом классе. Не нравилось? Мы переехали в Тюмень. И у меня там наступил вот этот переходный возраст. И я что-то скуксилась. У меня не было друзей там. Потом это совсем разные по атмосфере города. Мурманск – это был город целомудренных женщин. Потому что мужчины были в море. В основном женщины оставались. Они все были там педагогами. В общем, такой очень был город таких воспитанных, очень таких интеллигентных людей. А Тюмень был такой город разухабистый. Да, разухабистый. Он такой и остался. Эх, нефтяники же! Да-да-да. И я приехала туда, и вот у меня новый класс. И все вот такие эх. И я там так скукожилась. Очень закрылась. И перестала учиться совсем. Потеряла интерес к учебе, к каким-то достижениям. И 9-й, 10-й класс закончила совсем средненько. В общем, и к университету я потеряла интерес. И единственный вариант, который мне казался очень доступным, мне казалось, что я это сделаю на раз, это, ну, что остается? Пойду поступать в театральный институт. Поехала и поступила. А куда поехали? Поехала в Ленинград. В Ленинград? В Ленинград, да. Нет, поехала с мамой. Мама меня повезла, думая, что сейчас все увидят ее и вспомнят. Потому что она яркая актриса, очень запоминающаяся личность. Все вспомнят ее и скажут, ну, давай мы возьмем твою вот эту вот девочку, давай, китайскую. И она пришла к моему учителю, к Александру Аркадьевичу Белинскому. Он вспоминал, она не помнит об этом. Что она сказала, ну, вы знаете, она такой внешности. Конечно, в драматическом театре она играть не будет, ну, а вот за ширмой она прекрасно, в общем, может реализоваться. Это его очень возмутило. Конечно. Что меня хотели спрятать за ширмой. И когда я к нему поступила, к Александру Аркадьевичу Белинскому, он меня ни разу не поставил за ширму. Вообще, я считаю, что это первый мужчина и вообще первый человек в моей жизни, который в меня поверил. Я росла в абсолютном неверии в себя. Я понимаю, да. Не такая, как все. Что у меня вообще ничего никогда не получится. Но Александр Аркадьевич Белинский, это человек, который... Я даже туры не проходила. Он посмотрел на меня, я там спела песню, прочла что-то. И он сказал, все, иди, ты будешь артисткой. И у вас стало получаться? То есть, когда он стал вас учить, Жень? Есть еще все-таки природа, которую не обмануть. Она начинает голосить, потому что, когда тебе попадается предмет игры, если у человека есть актерская природа, она начинает помимо него что-то с ним совершать, с человеком. Вообще, когда идет какое-то совпадение с ролью, у меня были такие роли. Я играла Джульетту два раза, когда мне было 20 лет. И когда мне было 40, я играла Джульетту. Играла Каренину, играла Альму Уайнмиллер. Это были роли, которые со мной что-то совершали. Это чудо такое, но понять это невозможно. Это можно только запомнить и принять. Понятно. Но ваш театральный триумф, я не побоюсь этого слова, случился, когда вы девочкой совсем были. А когда вы сыграли в спектакле «Недомерок», да? Это как раз Александр Аркадьевич Билинский. Билинский, который поставил. И вы были номинированы на какие-то очень престижные премии. Девочка. И сразу такой успех. Ну, Александр Аркадьевич Билинский занимался на протяжении 4 лет тем, что боролся с моим неверием. И когда я должна была сыграть эту роль, я еще была студенткой, и он мне все время внушал, что талантливым надо быть вовремя, что ты должна сейчас собраться как-то, выйти, сыграть. Какое прекрасное слово, словосочетание «талантливым надо быть вовремя». Да, надо просто собраться. А весь мой организм голосил, не хотел. Я вдруг на сцене начинала засыпать. Я испытывала жуткий стресс от того, что я должна выйти на сцену, жуткое стеснение. И вот я как-то это преодолела, и потом все пошло, пошло. Потом была совершенно потрясающая пресса, и, в общем, это все сделал он. Вот так вот подготовить мое появление на русской сцене. Надо понимать, что тогда не было вообще азиатских актрис на русской сцене. Я была феноменом. Тогда я была первая. Играла итальянскую девочку. Это был такой революционный ход с его стороны. Он же меня подводил к овелю, к вот этим пожилым актрисам, к Шарко, и говорил, познакомьтесь, это Женя Гумнова. Последняя надежда русского театра. И что говорили? Ну, конечно, они так между собой переглядывались. Но, в общем, где-то он оказался прав. Они знали, что он большой шутник. Когда вы окончили институт и отправились в театр имени Комиссаржевской, что вы там стали играть, Жень? Я все там стала играть. Прямо вот сразу? Ну, вот я сыграла «Недомерка». После «Недомерка» я сыграла... У нас такой был спектакль. Очень популярный «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей». Это по японской трагедии режиссер Пази. Потом я сыграла «В буре Миранду». Это вообще был культовый спектакль. А там кто был режиссер тогда? Морфов, Саша Морфов, болгарский режиссер. И, в общем, ну и с тех пор, собственно, так вот и все идет. Я все играю «Безымянную звезду», играю «Чехова». Я никогда не играла. Вот единственный спектакль, где я сыграла «Азиатку», это был по пьесе «Дикамацу». А все остальное я играю «Француженок». Я два раза играла «Островского», но третий раз отказалась, потому что, ну правда, у людей возникают вопросы. Да ну неправда. Не возникает у людей вопросов. Ну, когда плохой спектакль, возникает. А когда плохой, возникает хороший спектакль. Да, но вы же плохих не играете. Ну, эти два спектакля были не очень хорошие. Ну, вернее, они не получились, скажем так. Сергей Юшкевич. Серега. Ух ты. Я был восхищен ее игрой еще где-то в 95-м, 94-м, может быть, 96-м году, когда они приехали с театром Комиссаржевской на гастроли в Москву. И я был артистом театра Маяковского. И на нашей сцене в театре Маяковского они показывали бурю Саши Морфова. И Женя была главной героиней, восхитительной. Ну, собственно, она и сегодня восхитительна. Но тогда это было просто вспышка какая-то. И это вот была моя первая встреча, именно моя встреча с Женей. А потом, спустя лет 15-17, мы случайно встретились на пробах на Мосфильме. И я, когда ее увидел, чуть в обморок не упал. Она не изменилась. Хотя уже родила двух прекрасных детей. Мы с ней прекрасно попробовались. Ее утвердили, меня нет. Но зато я ее подвез потом, значит, домой. Мы разговорились, я вспоминал этот спектакль изумительный. Обменялись телефонами. И, в общем, где-то вот там, получается, где-то с 2012-2011 мы общаемся регулярно. Я приезжаю в Питер, мы там встречаемся, если есть время. То есть это вот родом почти из юности. Да, вот это впечатление, с которым я сегодня имею счастье поддерживать такие теплые человеческие отношения. Как начались ваши отношения с кино? То есть вы в кино начали же сниматься тоже девочкой совсем. Да, я снималась в кино, когда мне было... Вот я только-только сыграла «Бурю». И в Петербурге этот спектакль очень прозвучал. И меня пригласили. Такой был фильм по сценарию Кости Мурзенко. «Тело будет предано земле, а старший Митчман будет петь». Кино вообще не было никакого. Но этот фильм решили снять с таким названием. Мы там снимались с Сашей Лазаревым. Ну, там много артистов сегодня очень известных. Это вот было такое вот молодежное кино. И я там играла девочку, которая переодевается в мальчика. И мне прямо в кадре там отрезают волосы. И у меня были вот такие вот длинные волосы. И мне в кадре их подстригли буквально под сантиметр. И вы согласились? Я согласилась, но я была такая отчаянная. Я согласилась. Потом еще много лет ходила с короткой стрижкой. Но, конечно же, это такой первый мой опыт. Видно даже в кадре, как я забываю текст. И как мне плохо, в каком я ужасе сижу. Да, я понимаю. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагменты из фильма «Все будет хорошо». Где вот вы совершенно какая-то неотразимая и смешная. Господин Ахида просит узнать, много ли пьет ваш муж. А вы бы хотели, чтобы он бросил пить? Он? Да я ж не знаю, каковому богу молиться. Где ж ему луросите? Ты пойдешь? Мне все ж не на всех хватит. Тереси, ты Митейо. Вы больше не будете пить. Вы не сможете. У вас есть сын. Вы его любите. И должны воспитывать его. Господин Ахида мог бы дать вам денег. Но деньги не приносят счастья, если они не заработаны. У вас все будет хорошо. Вот скажите мне, Жень, для того, чтобы сниматься в кино, что нужно делать? Ходить на кастинги, предлагать себя режиссерам. Звонить в какие-то киногруппы и приносить туда свои портреты. И говорить, посмотрите на меня. Я не знаю, что нужно делать. У меня когда-то было очень много предложений. Вот, например, я должна была у Леши Балабанова сняться. Но было такое предложение, что я просто не могла его принять. Там жесткие, страшные сцены с каким-то насилием. Я все время как будто бы себя берегла. Я не понимаю, правильно это или нет. Потому что мне казалось, что это может изменить как-то мою судьбу. Что это что-то может со мной сделать. Я могу разрушиться. Я поэтому отказывалась. У Алексея Германа я должна была играть в «Трудно быть богом». Но я забеременела. Тогда судьба как-то меня отвела. И мне говорили, что очень сложные съемки были. И что как раз он меня уже позвал в Чехию сниматься. А я была в положении. И мне позвонили из группы и сказали, Женя, туда ехать не надо. Потому что очень тяжелые условия. В общем, от большого кино, от такого прямо вот масштабного, меня как-то все время уводило. Или я сама себя уводила. Поэтому я не знаю, что нужно, чтобы сниматься в кино. Мне кажется, что у меня все есть для того, чтобы сниматься в кино. Нет, подождите. Так вы снимаете кино. Все будет хорошо. Наши любимые, причем любимые всем народом, как одним целым, улицы разбитых фонарей. Ну давайте вот посмотрим. Там снимались все. Ну не все. Артисты Петербурга уж точно. Чего ты все время грудишься? Ты насмотрелась детективов. Боишься слежки. Ты кассету слушала? Да. Ну и что там? Там какой-то муса требует вернуть долг. Грозится машину отобрать. То есть был какой-то долг? Да нет. Берешь чужие и на время отдаешь свои навсегда. Витя так шутил. А что вот этот, который долг требует... Муса? Да, Муса. Я вообще не знаю, кто это такой. Я в первый раз о нем слышу. Анечка, я вот сейчас вторгаюсь в личную жизнь. Ты хочешь знать, с кем спал Куракин? Если это так важно, то он спал со мной. Позволь мне решать, что важно, а что не важно. Кто еще мог знать о ваших отношениях? Мы из наших отношений тайны не делали. Впрочем, как и не афишировали их. Жиль, вы скажите, то, что вы не хотели и не хотите играть то, что, с вашей точки зрения, вас может поломать, разрушить, да? Я поняла, а что вам хочется сыграть? Не в смысле Джульетту или Фею Сирени, а в смысле судьбы какую? Вот что бы вам было интересно? Мне, наверное, было бы интересно сыграть какого-то очень глубокого, мыслящего человека с глубокими человеческими переживаниями. Ну, например, вот я не так давно посмотрела сериал «Сцены супружеской жизни». Конечно, вот такие сценарии уровня Бергмана, которые, наверное, не очень востребованы сейчас, долгие, психологические, тонкие. Вот мне бы, наверное, вот такой вот материал очень бы хотелось сыграть. Но мне много чего хочется сыграть. Я бы хотела играть в каких-то сказках, в каком-то фэнтези. Я бы хотела играть в историческом кино. Я, кстати, снималась у Рогожкина, играла Ларису Рейснер в фильме «Своя чужая жизнь». Это был единственный фильм, вот когда меня Рогожкин, вот-вот он, да, утвердил на историческую роль. Мне кажется, Выше Маханской царица была бы прекрасная. Да, но где есть предмет игры? А положительных героиней играть интересно или нет? Я очень много играла героинь. И вообще я такая героиня была. Да, да, да. И они такие-то у меня долгое время получались такие тусклые все, одна на другой похожа. Какой-то даже тембр один и тот же включался, какая-то одна интонация. И потом я стала заниматься тем, что я стала изучать их несовершенство. Какой в ней изъян? Например, там в «Безымянной звезде» я играю Мону. И вдруг я обнаруживаю какие-то слова. Немного духов про неё говорит Грик. Много лени и маленькая доля фантазии. Я думаю, ну он же умный человек, он почему-то же так сказал. И я начинаю сразу же изучать как раз несовершенство вот этих вот прекрасных, совершенных людей. И тем самым они становятся ближе к сердцу зрителя. Геннадий Смирнов. Мой друг. Я бы посоветовал режиссёрам попробовать когда-нибудь дать ей роль какой-нибудь откровенной гадины. Это то, что она никогда не играла, ну потому что никто в ней не видит. И это сложно увидеть. Там нужно очень глубоко-глубоко залезать. Но это было бы интересно, потому что получилось бы столкновение совершенно несовместимых вещей. Женя, которую все знают и любят как очень добрую и искреннюю женщину. И вдруг, там, не знаю, в какой-нибудь форме злобной спецслужбы какой-нибудь или такой циничной торговки людьми. Ну вот что-нибудь действительно такое. Нет, не хочу. Ну уж совсем уже. И вот это, мне кажется, и нужно дать ей сыграть. Это было бы фантастически интересно. С её внутренним устройством, с её вот таким внутренним миром нежным. и поставить её в обстоятельство, когда нужно играть абсолютно сознательную гадину, из этого соединения несоединимого могло получиться очень интересное что-то. Я не знаю, она согласится или нет. Другой вопрос. Не соглашайтесь. Генка просто очень азартный человек. Он говорит, а вот есть ли ещё? А давай оперу своими словами расскажем. Он всё время... Оперу своими словами, это замечательный, между прочим, опыт, да. У вас есть любимые партнёры, Жень? Есть любимые партнёры. Вот Гена Смирнов, например. Это мой первый Фердинанд. У меня проблема заключается в том, что мои партнёры стареют. И на смену им приходят другие партнёры. И вот на смену Гене пришёл уже другой партнёр. Но Гена, мой первый Фердинанд, мы играли с ним спектакль «Буря», как раз про который все говорят. И играли с ним так истово и так азартно, что нас один раз, я помню, страшно наругали. Потому что мы начали играть, и мы не могли остановиться. И спектакль вместо трёх часов, он там длился 3 часа 40 минут. Потому что нам с Геной было просто не остановиться. Там очень много импровизации. И мы с ним зашлись, и даже не заметили, как пролетело время. Это время, да. И потом просто на нас орали так, и мы вдвоём с ним шли, и не понимали, почему на нас ругаются. А ведь всё было так хорошо! Потому что нам уже было хорошо! Фрагменты из фильма «Любовная магия». Ну что, погадай. Сдвинь на себя. Молодец. А сейчас думай о том человеке, про которого ты хочешь узнать. Скажи, а это точно реальный человек? Это не блогер, не артист? Нет. Конечно, реальный. Ну тогда его ждёт большая популярность и внимание со стороны многих людей. Может быть, даже слава. Но ему будет это не нравиться. И ещё. У него сейчас нет пары. Это же хорошо. Наверное. Тась, я не вижу впереди у него ни любви, ни отношений. Ясно. Я пойду. Ну ты не расстраивайся, Тась. Карты ведь, они же показывают только то, что есть, а мы своими поступками в состоянии изменить судьбу. В вашей жизни существует магия, волшебство, странные силы, которые, может быть, приходят вам на помощь или мешают? Мне кажется, да. Ну, помимо того, что просто происходят какие-то магические сюжеты со мной иногда, мне кажется, что всё-таки те люди, которых я внезапно встречаю, те встречи, те события, и вообще то, как сложилась моя судьба и вообще моё рождение, это чудо. Мне кажется, что всё-таки что-то божественное, что-то чудесное со мной всё время происходит. Что-то меня уводит даже иногда. Вот, например, начинается какая-то полоса, в которой я начинаю себя уже комфортно ощущать. Да, вот какой-то там проект, например, всё уже. Я уже понимаю, что я в проекте, и я начинаю так ожиреть, расслабляться. И тут бац, и всё непонятно почему. Исчезает. Раз и смахнули. Просто, просто, да. Просто исчезает, растворяется. И я к этому уже отношусь как к должному, потому что я считаю, что это проявление вот этой вот метафизической какой-то судьбы, вот этого чуда, который говорит вот так вот, вот так вот, как будто бы кто-то меня как лепесточек передвигает и говорит, вот сейчас вот туда. Каролина Кобринская, режиссёр «Любовной магии». Она профессионал. Она берёт текст, она с ним работает. У неё есть вопросы, она их задаёт. Мы обсуждаем, что, почему, зачем. Ну, нормальная такая работа, прекрасная. И когда уже на площадке, как-то у нас сложилось, с ней какой-то случился контакт, когда я говорю, Жень, а тут а! Она говорит, я поняла. Не надо было даже говорить ничего. То есть просто сложился какой-то энергетический контакт, какой-то посыл, когда мы друг друга ловили, понимали. Поэтому было очень легко. Ну и к тому же, конечно, она, поскольку главной ролью у неё были километры текста, я думаю, как она это учит, как напоминает. Потом смотрю, она просто читает, так на секундочку закрывает глаза, тут хопа, и она его знает. Чудеса, магия. Она очень добрая. И поэтому, когда она в кадре, вокруг неё всё наполняется какой-то вот такой магией доброты, аурой доброты. И ты смотришь в этот кадр, и он становится какой-то особенный, осознанный, не пустой, потому что она собой это заполняет всё. А поскольку она ещё женщина очень мудрая, она это делает очень тонко, поэтому всё получается. Господи, сколько хороших слов. Спасибо огромное, Каролина. Ну, видите, это вот прям укладывается в ваше вот это метафизическое восприятие мира, что сейчас лепесток, то есть вот он прилетел сюда, и он, значит, вот здесь вот как-то находится где-то вот в хрустальном источнике, понимаете, и все вокруг любуются им и говорят, как хорошо, что он прилетел. Ну, да. Но это сейчас очень вовремя. Мне было необходимо. Как хорошо. Спасибо. Как он красив здесь. Спасибо огромное. Как он свеж. Поэтому тут ничего особенного. Продолжая разговор о ваших многочисленных талантах, я хочу сказать, что у вас ещё ведь совершенно потрясающий голос. Я не знаю, слышат ли это зрители, которые слышат это через приборы, а я слышу в студии, что это вообще, это просто какие-то переливы, волшебные флейты. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть фрагменты из фильмов, где Женя разговаривает на разные голоса. Доброе утро. Знаешь, я забрала из Суда жалобу на тебя, так что не бойся пока сюда приходить. Хотите услышать новости о своей глупой книжке? Что с моей книгой? Её вовсю воскупали. А потом книги приказали сжечь. А что, если ты найдёшь принцессу, а она не захочет вернуться домой? Чего роди она останется здесь? Может быть, здесь ей удастся сделать больше для народа, она не вернётся в Китай. Уилл, как я рада вас видеть. Мне про вас сон приснился. Про меня? Элизабет, пристойно ли говорить? Про день нашей встречи, помните? Как я мог забыть мне сон? Уилл, сколько вас просить звать меня Элизабет? 14 экспонатов уже размещены, 3 из оставшихся 4 на подходе. А 4 это? Это Слейтер и Брэдли. Так, главный экспонат выставки, что с ним? Улаживаем последние формальности в части страховки. Ещё не всё улажено. Это вызывает опасения. Мы успеем. Гарантирую. Смотрите, вот мне кажется, что голос ваш персонажей фильма улучшает. Получается, другие, совсем другое восприятие, свежесть такая определённая. Вот что самое сложное в озвучании? Что вы должны сделать, чтобы говорить за Киру Найтли тоже? Вот что надо делать с этой Кирой? Вы знаете, когда актриса прекрасна, тогда есть одна задача. Не испортить то, что она сделала. Потому что бывают просто потрясающие актрисы. Когда актриса обыкновенная, то, конечно же, ты пытаешься как-то... Даже не то, чтобы помочь, но ты и своё авторство включаешь в роль этой актрисы. Вообще озвучание — это дубляж. Это чисто такая техническая вещь. Там очень мало творчества. Я всегда об этом говорю. Меня очень много спрашивают, потому что вот очень популярные фильмы. «Пираты Карибского моря». И, в общем, они даже где-то мне принесли какую-то популярность, потому что, оказывается, все любят это кино. Особенно дети. Там мультиков я очень много озвучивала. «Принцессу Жасмин», «Белоснежку». Меня спрашивают про эту работу, и я не могу, если честно, я не могу сказать про эту работу, что это какое-то невероятное творчество. Это очень тяжёлый труд. Когда я веду переговоры об озвучании, одно из условий — я не работаю больше четырёх часов. Я просто больше четырёх часов не могу физически этого вынести. Ты просто занимаешься этой профессией, потому что ты понимаешь, что она уникальна. У нас не очень много артистов, которые владеют этим. И поэтому я занимаюсь этим, просто потому что мне приятно, что я это умею. У вас дети, да, две штуки? Правильно я понимаю? Им сколько лет? Много. Уже 22 и 20. Они студенты. Лиза у меня учится, ну вот сейчас в академическом отпуске, решила сделать паузу в институте Бонч-Бруевича в связи с общественностью. А Леонид у меня мальчик уникальный. Я очень хотела, чтобы он стал артистом, а он очень не хотел быть артистом. И он стал поваром. Ой, это прекрасно. Да. В этом тоже есть артистизм. Что вы делаете, когда вам ничего не нужно делать, Жень? Таня, вам сейчас будет приятно это услышать. Я читаю. Да, это приятно слышать, да. Я читаю, и книги на меня терапевтический такой эффект для меня несут. Я очень люблю, когда никого нет дома, и я могу целый день пролежать с книжкой и получаю от этого огромное удовольствие. Слушайте, это прекрасно. Это просто прекрасно. Я желаю вам от всей души, чтобы вы получали удовольствие от книг, от детей, чтобы дети росли такими, какими нужно. Не только, какими вам хочется их видеть артистами, они вдруг вырисли гениальные повара, а какие им нужно, да? Да. Чтобы вы играли в спектаклях, в фильмах, и чтобы вы не слушали Смирнова, и не играли законченных сволочей. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо, Евгения. Спасибо, спасибо. Во-первых, Евгения потрясающе красивая женщина, а во-вторых, очень талантливая актриса. Она достойна быть примой театра и кинозвездой. И хочется верить, что режиссеры это понимают, и в скором времени мы, зрители, увидим ее в тех ролях, которые ей подстать. Продолжение следует...